всем привет сегодня в тайм-менеджментном бегу я хочу поговорить о том как важно понимать что происходит ну немножко еще в другом да мы уже много об этом говорили я хочу поговорить о словах слова которые мы используем и которые мы очень часто не понимаем я сегодня сделал прояснение поста одному из моих сотрудников а потому что я увидела что сейчас когда мир изменился у нас посты поменялись то есть вот то что очень как бы делал раньше оно сегодня уже не работает ему нужно делать что-то другое а пас пост или должность как вы называете хотите оно у него осталось старым из статистики остались тоже старым и к вот и остались тоже старыми и получается что мы ставим человека серьезную зависимость потому что мы от него хотим получить какой-то результат а результат по старый и количество этогоlek стату тоже старая поэтому я щас делаю для своих сотрудников прояснения продукта поста, то есть на каком пост человек находится, как этот пост называется, что человек делает, какие должны быть статистики. И, знаете, я вот увидела такую интересную штуку, что, например, продавец, его работа заключается в том, чтобы уговорить клиента это купить. И когда я говорю, ну, работа уговорить, и у меня человек говорит, нет, я терпею, я не могу слово уговаривать, это ужасно, я не хочу, я не согласен с этим. Хорошо. Думаю, ну что делать? Для меня слово уговорить ничего плохого не означает, вообще ничего плохого. не означает. Ладно, думаю, пойду я, пойдем мы в толковый словарь. Залезли мы в толковый словарь, и оказалось, что ничего плохого в этом слове нет. Что слово уговорить означает достигнуть какого-то соглашения на основании каких-то правильных данных, там, предоставления человеку каких-то данных о чем-то, чтобы он согласился. То есть, если у него есть данные, его уговаривать не надо. А если у него нет данных, вы должны его уговорить, да? Поговорить с ним, чтобы он новые данные принял для себя и принял какое-то решение. То решение, которому, кстати, надо. И вообще, это же задача продавца. Ведь задача продавца заключается в том, чтобы человека, который не хочет это покупать, уговорить это купить. Рассказав ему, доказав ему, объяснив ему и прочее, 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 зачем ему это все надо. И главное, что надо прямо понимать, что задача уговорить. Потому что если ты не понимаешь эту задачу говорить, то ты же не будешь делать то, что ты должен делать. Результаты не будешь, будешь потом расстраиваться. И я, вы знаете, я прям поняла, что во многих местах такое есть. Есть точка зрения на что-либо. Она совсем не обязательно, неправильная. Но, например, может не подходить для настоящего момента. Да. Например, я работала с человеком. Мы пытались понять, почему этот человек не может продавать свои услуги. И в результате оказалось, что у человека со словом бизнес связаны негативные ассоциации. Но бизнес это просто форма ведения деятельности, где ты за свои услуги получаешь деньги. И если у тебя негативное отношение к слову бизнес, то ни хрена не будет. И у меня человек говорит, а мне больше нравится слово частная практика. Я говорю, что такое частная практика? Посмотрели в толковый словарь? Деньги нужно получать. То есть получается, что частная практика подходит, да? А слово бизнес не подходит. А это одно и то же. Это просто другая форма. Просто частная практика называется бизнес у определенной категории людей. И все. И частная практика это когда ты, это фактически просто предпринимательство. Ты сам себе предприниматель, ты не нанимаешь других людей на работу. Ну все. А что такое нанимать других людей на работу? Это означает заглушать с ними какие-то юридические соглашения, на основании которых эти люди могут тебе предъявить претензии, да? Или государство за них заступается. А что такое частная практика? Типа сам на себя работаешь? Ну слушай, ну ты же все равно выполняешь все функции. Разница только в том, что ты сам себя себе нанимаешь на работу для выполнения разных функций и сам к себе претензий не предъявишь. То есть ты не можешь пойти в суд и на самого себя подальше. Типа вот не сделал вот то, что пообещал. То есть это просто, да? Это просто другой подход. Но я вот прямо, и когда мы бы проясняли эти слова и стало понятно, да, что в любом случае, если ты занимаешься каким-то делом и ты хочешь получать на этом деньги, то тебе нужно посмотреть на это с точки зрения того, что это на самом деле бизнес. Это коммерция, да? То есть это коммерция. В коммерции есть какие-то правила, какие-то законы, какие-то люди, и тебе нужно им следовать. Ну если ты себе говоришь, я хочу получать деньги за мою работу, но ты при этом не выполняешь какие-то определенные функции, которые надо сделать, чтобы получить деньги, то не говори, что ты не хочешь, да? И ты говоришь, ну ты говоришь, нет, а вот это я делать не хочу. Я деньги за свои услуги хочу, но делать вот это не хочу. Ну, ради бога, не делай. Никто же не заставляет. Ну просто тогда согласись, что ты не будешь это делать, и деньги за свои услуги не будешь получать. И тогда не говори, что ты хочешь зарабатывать деньги. Просто скажи, я хочу делать то, что мне нравится. Если мне за это еще и заплатят, ну спасибо большое, будет бонус. А если не заплатят, так никто и не горевал. То есть я для себя прям поняла вот эти после парочку дней, где пришлось прям, как-то довелось. Не пришлось, пришлось плохое слово, да? Мне прям довелось прояснять для людей вот эти штуки. Слушай, какая прелесть. Какая все-таки прелесть, когда ты понимаешь, какие слова здесь используются, как их можно использовать, что вообще со всем этим можно делать. Красотень. Так что, ребят, не бойтесь посвятить какое-то время для того, чтобы разобраться в сути. Когда разберешься в сути, очень сильно экономишь время на то, чтобы потом получить результаты.